Девушки отдыхают Первое, что встречает детей в Кремлевском дворце, это масштабная развлекательная программа, которая проходит сразу на четырех этажах. Здесь дети водят большие хороводы, играют с аниматорами и поют новогодние песни. Развлекательная программа подходит к концу и дети уже собираются в зале. И сейчас мы увидим главное представление Кремлевской елки. Девушки отдыхают А потом в 22 часа будем петь на Тверской с группой, прямо живьем. И поеду на площадку новогоднюю, где уже встречи Новый год и там будет концерт. Так что я в работе. Кремлевская елка Она проводится с 1954 года. Вы в детстве посещали ее? Нет, я не посещала, но я всегда мечтала сюда попасть. Вот мое желание сбылось впервые в прошлом году, когда мне исполнилось 37 лет. Но я рада, что дети мои побывали, поэтому это, конечно, главная елка страны. И очень круто, что сегодня мы здесь. А есть ли у вас какие-то традиции в семье, которые вы отмечаете каждый Новый год? Вот, например, или перед Новым годом, в этот день 31-го? Ну, я подумываю, вот сейчас я изучаю баню. Я подумываю начать ходить в баню 31-го декабря. Я знаю, чем это обычно заканчивается. Но хочу рискнуть попробовать. Осторожнее, пожалуйста. Хорошо. Расскажите, какие у вас есть традиции в семье по тому, как отметить Новый год? Слушайте, самое главное – это в кругу самых близких отмечать Новый год. Остальное, мне кажется, сильнее и лучше этой традиции нет ничего. В этом году информационный партнер «Кремлевской елки» – телеканал «Карусель». Поэтому, если нашего сюжета вам не хватило, вы можете включить телевизор 13 января и посмотреть представление целиком. Море впечатлений везут из Москвы в Петербург Арина Жукова и Александра Попова. Редактор субтитров А.Семкин